Для детей все равно безусловная радость будет от такой площадки, от игрового поля, и футбольного, и стимбольного. Это все, конечно, безусловный плюс с точки зрения развития детей, их здоровья, их благополучия. Какие есть проблемы? Я вас вызвал, Ред Михайловна, сюда не случайно, я тут понимаю, что у вас, как говорится, выходной день, и в Смоленск 5 минут и 20 минут. У меня была информация, и сейчас я вижу, что она даже визуально уже подтверждается, что школа находится в достаточно плачевном состоянии. Поэтому давайте сейчас поговорим с главой, с вами, с директором учреждения, какие здесь есть проблемы, и как мы их будем решать. Причем, какого объема денежных средств, возможно, в этом году, а, возможно, большую часть планируете на следующий. Вы, наверное, как человек, кто здесь работает на земле и в учреждении, лучше всего узнаете проблематику. Если можно, расскажите, пожалуйста. Ну, самая главная проблема у нас, Олег Владимирович, это крыша, конечно, кровля. На сегодняшний момент про этот смертный проект на документацию составляет более 7 миллионов, то есть 7 миллионов 256 тысяч где-то. Проблема эта у нас с 2014 года. До сих пор она никак не решается из-за того, что кровля... Извините, я вас переверну. Столько лет течет кровля? Там, я думаю, что состояние помещений, классов в очень плохом состоянии. Ну, не в общем, пока еще терпимо, но мозг... На грани, да? На грани. Да. Там она снаружи сейчас будет видна, и углы уже, и кирпичи вываливаются, и все прочее. Ну, а вторая проблема как раз связана с сегодняшним мероприятием, с открытием газа. У нас тоже подготовлена проектно-смертная документация газовой блочной котельной, которая стоит 7 миллионов 500, это где-то, вот так, 7 с половиной миллионов, тут пока не закончилось. Есть проектно-смертная документация, есть экспертиза, чтобы не упустить время, заново это все включится в какую-то программу, чтобы построить блочную. Вот две проблемы. Давайте, конечно, новостей, пожалуйста. Слава богу, что эта проблема как бы более-менее решается. Мы с ростовцем департаментом ДКХ рассматриваем. Есть несколько предложений от частных инвесторов построить модульную котельную и включение в программу. Ростовцев сказал о том, что департамент изучит экономику, то есть вот какой выгодный. И котельная будет вопрос как бы решен, и я думаю, что в этом году летом уже модульную котельную поставим. Потому что у нас вообще всего три школы осталось на угле, то есть мы так планомерно этой работой занимаемся. А вот крыша, это действительно проблема, потому что школа большая, 140 учащихся, и плюс детский сад, 27 человек, и она еще развивается. Перспективная. Очень много, кстати, выпускников здесь таких знаменитых. Здесь же местная Буданова лечится, Герой Советского Союза и Маланенко. Здесь и Бастанников, и Сергеев. Тут очень много. И, конечно, это... Смотрите, коллеги, я не планировал посещение школы, но давайте внепланово сейчас посетим, посмотрим внутренние проблемы, чтобы я мог дать необходимые поручения. Но прежде чем перемещаться в учреждение, Инна Васильевна должен сделать вам замечание, и с вами был Игорь Негода.